Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня я беседую с человеком, имя которого мне напоминает то, что я пришел сюда из космической отрасли. Юрий Алексеевич, добрый день. Добрый день. Рад вас видеть, приветствовать. Давно уже не было у нас с вами разговоров. Для тех, кто вас успел подзабыть, пожалуйста, представьтесь еще раз. Кощук Юрий Алексеевич, начальник управления путевой инфраструктуры, оснастки, испытательного оборудования. Вот вы нам и нужны. Очень много вопросов возникло во время Экофеста и продолжают поступать сейчас. Почему мы ничего не рассказываем о той новой транспортной системе, у которой уже много названий и сверхлегкая, и суперлегкая, и колтюбинг? Проясните, пожалуйста, все-таки, как ее правильно называть. Ну, а потом следующие вопросы последуют. Данная линия называется выставочный экземпляр коммуникационно-струнных систем номер 4. И в чем ее суть? Вот отличие от... У нас уже была легкая, а эта суперлегкая. В чем ее суть? Ну, здесь принципиально другой подход непосредственно к созданию самой дорожки качения. То есть в данном случае применена труба кругового сечения, сделано, соответственно, колесо, которое по нему катится. Мы еще, ну, скажем так, немножко изменили подход именно к креслу, в каком плане? То, что на всех наших путевых, на сегодняшний день, которые реализованы были, мы применяли в основном арматурный канат в виде преднапряженного элемента. В данной путевой мы использовали несколько другой подход, вернее, материал. Это высокопрочную проволоку. Является ли это, как бы, возвратом к истокам на новом витке? Ведь первое поколение струнного транспорта, тот ЗИЛ знаменитый, который все могут видеть у входа в экотехнопарк, он же тоже стоит на круглых рельсах? В данном случае мы применяли трубу высокопрочную, специально изготавливаемую, применяемую, обычно это изделие в добыче в нефтедобывающих отрасли, называемая колтюбинговая труба. То есть труба, которая имеет, ну, практически бесконечную длину, условно, теоретически. То есть мы не имеем никаких стыковых, поперечных каких-то швов, каких-то необходимости установки замковых там или каких-то других элементов. То есть это был готовый продукт, который просто размотали и установили на опорной конструкции. Какие преимущества это дает? Ну, понятно, отсутствие швов, даже отсутствие необходимости сварные швы зашлифовывать делает путешествие более комфортабельным. То есть было произведено практически одно момент, то есть в момент размотки мы получили готовый рельсовый элемент, который просто надо установить. Вот основное преимущество. Соответственно, выигрыш по скорости, качеству монтажа, ну и, скажем так, выигрыш в деньгах, в конце концов, в сроках реализации проектов. А когда начнутся уже испытания, чтобы проверить на практике преимущества данной транспортной системы? Ну, испытания, скажем так, практически сразу ведутся. Даже то, что мы монтируем путевую структуру, мы отрабатываем методы монтажа, технологические какие-то приемы. В частности, мы заполнили полость трубы струнными элементами в достаточном количестве, то есть для того, чтобы испечить необходимое нам заданное, скажем так, условие натяжения, преднапряжения. Естественно, там будет и заполнено тем составом, который мы в конце монтажа будем прокачивать. Но отмечу просто как достижение о том, что количество струнных элементов, которые мы в трубу установили, они достаточно велико. То есть мы заполнили трубу практически полностью. В данном случае идет речь именно отработка новых видов рельсовых элементов, колеса нового типа, которые в будущем можно применять как достаточно простые конструкции для формирования, ну, скажем так, транспортных комплексов в удаленных каких-то зонах. Может быть где-то в Сибири, может где-то в Африке, в каких-то пустынях. То есть технология монтажа достаточно простая, позволяет с минимальным количеством оснастки и персонала получать длительные трассы, большой длительности трассы. То есть если человек живет достаточно удаленно, при этом количество населения маленькое, чтобы обеспечить ему транспортную, скажем так, связь с каким-то другим городом, объектом той же, скажем так, области, можно применить вот эти вот конструкции. То есть это что-то типа решения проблемы последней мили, как я понимаю. Как вариант. Вот многие нас спрашивают, а вот не подведешь же высокоскоростной Skyway к каждому дому, к каждому подъезду, как подходит асфальтовая, допустим, дорожка. Правильно ли? Да, как вариант. Вообще, на самом деле, транспортный комплекс, по идее, должен включать в себя, ну, не три, не четыре типа транспортных средств и рельсовых каких-то эстакадных элементов. То есть он должен обеспечить полностью потребность рынка. То есть если рынку требуется вот такая система, относительно дешевая, обеспечивающая, скажем так, доступность для недостаточно заселенных условий, значит, она должна быть. Если это высокоскоростная трасса, которая обеспечивает большую перевозку, перевозку большого количества людей, значит, она тоже должна быть. Если это грузовая трасса, которая просто нужна для того, чтобы перевозить массу грузов, то есть большое количество материалов различного назначения и упакованных в различных способах, контейнер, сыпущих и так далее, значит, она должна быть у нас спроектирована, подготовлена к продаже, к реализации. Правильно ли я понимаю, что если, вот сейчас мне пришло такое сравнение, если высокоскоростной или сверхскоростной Skyway, который предназначен для междугородных перевозок, можно сравнить с транспортной артерией, то это транспортный капилляр? Ну, наверное, можно. Тут уже, как это сказать, дело вкуса и кто как назовет. Ну, по функционалу, повторюсь, это легкий транспорт, легкий доступный транспорт, который просто должен доезжать, ну, условно, до непосредственно потребителя каждого дома. Спасибо вам большое, Юрий Алексеевич, за интереснейшее интервью. Желаю успехов. Не буду дольше отвлекать вас от основной работы. Спасибо большое. Ну, вам спасибо. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и вы узнаете очень много нового. Более того, к вашему дому будет подъезжать персональный транспорт. Строй Skyway! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok